Сейчас начался период ледостава, самый опасный для любителей зимней рыбалки. Зимой прошлого года в Рязани области утонуло 5 человек, 3 из которых именно в этот период. Как одна из причин – выход на тонкий лед. В том числе, вот мы видим, что на одном издаемом городе Рязани толщина льда составляет около 4 сантиметров. Тем не менее, этот лед крайне опасен для выхода на него. Мы, как МЧС, рекомендуем, чтобы выход на лед для рыбаков был при толщине льда не менее 7-8 сантиметров. На Рюбинском пруду уже можно заметить несколько лунок. Видимо, по тонкому льду решили пройтись самые отчаянные. Вот только хобби это может закончиться трагедией. Сотрудники МЧС рассказали, что у каждого рыбака должны быть с собой определенные спасательные средства. Это веревка и так называемый самоспасатель. И, что самое необходимое, пешня – предмет, с помощью которого рыбак и узнает толщину льда. К сожалению, период ледостава опасен не только для рыбаков, но и для маленьких детей, которые могут выбежать на воду. Сотрудники МЧС еще раз напомнили основные правила. Сейчас наиболее актуально провести медицинскую работу, объяснить, что отдых без водоемов опасен и без взрослых к водоемам не приближаться. И категорически запретить на данный период выход на лед детей. Да, все, спасибо большое. Женщину зовут Светлана. У нее двое детей – Агата и Кристина. Они приходят на прот регулярно, поэтому правила поведения знают практически наизусть. Просто вот сейчас я не пускаю, просто это опасно, действительно, там и кричим, и тоже мамочки гуляют, близко не подходите. Иначе мы в воду упадем. А зимой, если лед толстый, то, пожалуйста, можно, если там всегда на лыжах катаются, на лыжах можно. Важно не только знать все правила, но и пользоваться ими. Тогда приятная прогулка с детьми или зимняя рыбалка закончится хорошо. Главное управление МЧС России Борисовской области предупреждает, что в этот период выход на лед наиболее опасен. И рекомендует рыбакам раздержаться от выхода на лед в данный период. А родителям наиболее внимательно присматриваться за своими детьми. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».